Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин Роман в стихах Сочинение в трех томах Москва. Художественная литература. 1974 год Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, вследствие чувства превосходства, быть может, мнимого. Из частного письма подлинник по-французски Не мысли гордый свет забавить, Вниманье дружба возлюбя, Хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких дум и простоты. Но так и быть. Рукой пристрастной Прими собрание пестрых глав Полусмешных, полупечальных, Простонародных, идеальных, Небрежный плод моих забав, Бессонниц, легких вдохновений, Незрелых и увядших лет, Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет. Глава первая И жить торопится, И чувствовать спешит Князь Вяземский Мой дядя Самых честных правил, Когда ни в шутку за ним мог, Он уважать себя заставил, И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, Но, боже мой, Какая скука С больным сидеть и день, и ночь, Не отходя ни шагу прочь, Какое низкое коварство Полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарства, Вздыхать И думать про себя, Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, Летя в пыли на почтовых, Всевышний волею Зевеса Наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, С героем моего романа Без предисловий Сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы, Или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, Но вреден север для меня. Служив отлично, благородно, Долгами жил его отец. Давал три балла ежегодно И промотался, наконец. Судьба Евгения хранила, Сперва мадам за ним ходила, Потом мсье ее сменил, Ребенок был резов, но мил. Мсье лабе, француз убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя, Не докучал моралью строгой, Слегка за шалости бронил И в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора, Пора надежд и грусти нежной Мсье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, Острижен по последней моде, Как Дэнди лондонской одет, И, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог Изъясняться и писал, Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно, Чего ж вам боли? Свет решил, что он умен И очень мил. Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитанием, слава Богу, У нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих Судей решительных и строгих, Ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант Без принуждения в разговоре Коснуться до всего слегка, С ученым видом знатока Хранить молчание в важном споре И возбуждать улыбку дам Огнем нежданных эпиграм. Латынь из моды вышла, Так если правду вам сказать, Он знал довольно по-латыни, Чтоб эпиграфы разбирать, Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить Вале, да помнил, Хоть не без греха, Из Инаиды два стиха. Он рыться не имел охоты В хронологической пыли Ботописания и земли, Но дней минувших анекдоты От Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить, Не мог он Ямба от Хорея, Как мы не бились отличить. Бронил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита И был глубокой экономой, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, И почему не нужно золото ему, Когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, И земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, Пересказать мне недосуг. Но в чем он истинный был гений? Что знал он тверже всех наук? Что было для него из млада, И труд, и мука, и отрада, Что занимало целый день Его тоскующую лень? Была наука страсти нежной, Которую воспел Назон, За что страдальцем кончил он Свой век блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей, Вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым и послушным, Внимательным или равнодушным, Как томно был он молчалив, Как пламенно красноречив, В сердечных письмах, Как небрежен, одним дыша, Одно любя, как он умел Забыть себя, как взор его был Быстр и нежен, стыдлив и дерзок, А порой блистал послушную слезу. Как он умел казаться новым, Шутя о невинности изумлять, Пугать отчаянием готовым, Приятной лестью забавлять, Ловить минуту умиления, Невинных лет предубежденья, Умом и страстью побеждать, Невольной ласки ожидать, Молить и требовать признания, Подслушать сердце первый звук, Преследовать любовь и вдруг Добиться тайного свидания И после ей наедине Давать уроки в тишине. Как рано мог уж он Тревожить сердца кокеток записных, Когда ж хотелось уничтожить Ему соперников своих, Как он язвительно злословил, Какие сети им готовил, Но вы, блаженные мужья, С ним оставались свои друзья. Его ласкал супруг лукавый, Фобласа давний ученик, И недоверчивый старик, И рогоносец величавый, Всегда довольный сам собой, Своим обедом и женой. Бывало, он еще в постели, К нему записочки несут. Что о приглашении? В самом деле три дома На вечер зовут. Там будет бал, Там детский праздник, Куда ж поскачет мой проказник, С кого начнет он? Все равно везде поспеть не мудрено. Пока мест в утреннем уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар, И там гуляет на просторе, Пока недремлющий бригет Не прозвонит ему обед. Уж темно, В санке он садится, Поди, поди, Раздался крик, Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник. К тальон помчался. Он уверен, Что там уж ждет его каверин. Вошел, И пробка в потолок, Вина кометы брызнул ток, Пред ним рост биф окровавленный, И трюфли роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет, И Страсбурга пирог нетленный, Меж сыром лимбургским живым, И ананасом золотым. Еще бокалы в жажду просят Залить горячий жир котлет, Но звон бригета им доносит, Что новый начался балет. Театр, злой законодатель, Непостоянный обожатель Очаровательных актрис, Почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, Где каждый, Вольностью дыша, Готов охлопать антроша, Обшикать Федру, Клеопатру, Моину вызвать, Для того, Чтоб только слышали его. Волшебный край. Там в старые годы Сатиры смелый властелин Блистал фанвизин, Друг свободы И переимчивый княжнин, Там озеров невольной дани, Народных слез, Рукоплесканий С плодой Семеновой делил. Там наш Катенин Воскресил Корнеля, Гений величавый, Там вывел колкой шаховской Своих комедий шумный рой, Там и дедло венчался славой, Там, там, Под сенью кулис, Младые дни мои неслись. Мои богини, Что вы? Где вы? Внемлите мой печальный глаз, Все те же ли вы? Другие девы сменив Не заменили вас, Услышу ли вновь я ваши хоры, Узрю ли русской терпсихоры Душой исполненный полет, Иль взор унылый не найдет Знакомых лиц на сцене скучной, И, устремив на чуждый свет Разочарованный лорнет, Веселье зрителя равнодушной, Безмолвно буду я зевать И о былом воспоминать. Театр уж полон, Ложи блещут, Партеры, кресла, Все кипит, В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, Занавес шумит. Блистательно, Полувоздушно, Смычку волшебному послушно, Толпою нимф окружена, Стоит истомина, Она, одной ногой косаясь пола, Другою медленно кружит, И вдруг прыжок, И вдруг летит, Летит, как пух от уст эола, То станца вьет, То разовьет, И быстрой ножкой Ножку бьет. Все хлопает, Онегин входит, Идет меж кресел По ногам, Двойной лорнет с косяс Наводит на ложе Незнакомых дам, Все ярусы окинул, Взором все видел, Лицами, убором, Ужасно недоволен он, С мужчинами со всех сторон Раскланялся, Потом на сцену В большом рассеянии взглянул, Отворотился и зевнул, И молвил, Всех пора на смену, Балеты долго я терпел, Но и дедло мне надоел. Еще амуры, черти, змеи На сцене скачут и шумят, Еще усталые лакеи На шубах у подъезда спят, Еще не перестали топать, Сморкаться, кашлять, Шикать, хлопать, Еще снаружи и внутри Везде блистают фонари, Еще прозябнув бьются кони, Наскуча упряжью своей, И кучера вокруг огней Бронят господ и бьют в ладони, А Ушанегин вышел вон Домой одеться едет он. Изображуль в картине верный Уединенный кабинет, Где мод воспитанник примерный Одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный, Торгует Лондон щепетильный, И по балтическим волнам Залез и сало возит нам, Все, что в Париже вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, для неги модной, Все украшало кабинет Философа восьмнадцать лет. Янтарь на трубках цареграда, Фарфор и бронза на столе, И чувств изнеженных от рада, Духи в граненом хрустале, Гребенки, пилочки стальные, Прямые ножницы, кривые, И щетки тридцати родов И для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, Не мог понять, как важный грим Смел чистить ногти перед ним, Красноречивым сумасбродом. Защитник вольности прав, Всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот межлюдей. Второй Чедаев, Мой Евгений, Ибо я с ревнивых осуждений В своей одежде был педант И то, что мы назвали франт. Он три часа, по крайней мере, Пред зеркалами проводил, И из уборной выходил, Подобно ветреной Венере, Когда, надев мужской наряд, Богиня едет в маскарад. В последнем вкусе туалетом, Заняв ваш любопытный взгляд, Я мог бы предученым светом Здесь описать его наряд. Конечно, это было б смело Описывать мое же дело, Но панталоны, фрак, Жилет, Всех этих слов на русском нет. А вижу я, Винюс пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо б меньше мог Иноплеменными словами, Хоть и заглядывал я в старь В академической словарь. У нас теперь не то в предмете. Мы лучше поспешим на бал, Куда, стремглав в ямской карете, Уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами, Вдоль сонной улицы, Рядами двойные фонари карет, Веселые изливают свет, И радуги на снег наводит. Усеян плошками кругом, Блестит великолепный дом, По цельным окнам тени ходит, Мелькают профили голов И дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням, Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням, Расправил волоса рукой, Вошел. Полна народу зала, Музыка уж греметь устала, Толпа мазуркой занята, Кругом и шум, и теснота, Бренчат кавалергарда, шпоры, Летают ножки милых дам, По их пленительным следам Летают пламенные взоры, И ревом скрипок заглушен Ревнивый шепот модных жен. В одни веселья и желания Я был от балов без ума, Вернее, нет места для признаний И для вручения письма, О, вы, почтенные супруги, Вам предложу свои услуги, Прошу мою заметить речь, Я вас хочу предостеречь, Вы также, маменьки, Построже за дочерьми смотрите вслед, Держите прямо свой лорнет, Не то, не то, избави, Боже, Я это потому пишу, Что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы Я много жизни погубил, Но если б не страдали нравы, Я балы б до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, И тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд, Люблю их ножки, Только вряд найдете вы в России Целые три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог Две ножки, Грустный, охладелый, Я все их помню, И во сне они тревожат Сердце мне. Когда ж, и где, в какой пустыне Безумец их забудешь ты? Ах, ножки-ножки, где вы ныне, Где мнете вешние цветы, Взлелейны в восточной неге, На северном печальном снеге Вы не оставили следов, Любили мягких вы ковров, Роскошное прикосновенье. Давно ль для вас я забывал, И жажду славы, и похвал, И край отцов, и заточенье, Исчезло счастье юных лет, Как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, ланиты флоры, Прелестны, милые друзья, Однако ножка терпсихоры Прелестней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду, Неоценимую награду Влечет условную красой Желаний своевольный рой. Люблю ее, мой друг Эльвина, Под длинной скатертью столов, Весной на мураве лугов, Зимой на чугуне камина, На зеркальном паркете зал, У моря на граните скал. Я помню море пред грозою, Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам, Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами. Нет, никогда средь пылких дней Кипящей младости моей Я не желал с таким мучением Лобзать уста младых армит, Или розы пламенных ланит, Или перси, полные томленьем, Нет, никогда порыв страстей Так не терзал души моей. Мне памятно другое время, В заветных иногда мечтах Держу я счастливое стремя И ножку чувствую в руках, Опять кипит воображение, Опять ее прикосновение Зажгло в увядшем сердце кровь, Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять Надменных болтливой лирую своей Они не стоят ни страстей, Ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих, Обманчивы, как ножки их. Что ж мой Онегин? Полусонный, в постель узбал Едет он, а Петербург неугомонный, Уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется извозчик С кувшином Охтенко спешит, Под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный, Открыты ставни, Трубный дым столбом Восходит голубым, И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке Не раз уж отворял свой вассиздас. Но шумом бала, Утомленный, И утро в полночь, Обратя спокойно спит В тени блаженной Забав и роскоши Дитя. Проснется заполдень, И снова до утра Жизнь его готова Однообразно И пестра, И завтра то же, Что вчера. Но был ли счастлив Мой Евгений, Свободный, В цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений, Вообще ли был он Средь перов Неосторожен И здоров Нет. Рано чувства в нем остыли, Ему наскучил свет и шум. Красавицы недолго были Предмет его привычных дум, Измены утомить успели, Друзья и дружба Надоели за тем, Что не всегда же мог. Бифштекс И Страсбургской Пирог шампанской Обливать бутылкой И сыпать острые слова, Когда болела голова. И хоть он был повеса, Пылкой, Но разлюбил он, Наконец, И брань, И саблю, И свинец. Недуг, Которого причину Давно бы отыскать пора, Подобный Английскому сплину, Короче, Русская хандра Им овладела Понемногу. Он застрелиться, Слава Богу, Попробовать не захотел, Но к жизни Вовсе охладел. Как Чальд Гарольд, Угрюмый, Томный, В гостиных Появлялся он, Ни сплетни, Света, Ни бастон, Ни милый взгляд, Ни вздох, Ни скромный, Ничто не трогало его, Не замечал он Ничего. Причудницы Большого света Всех прежде вас Оставил он. И правда, То, что в наше лето Довольно скучен Высший тон, Хоть, может быть, Иная дама Толкует Сея И Дантама, Но вообще Их разговор Несносный, Хоть невинный Вздор, К тому же Они так непорочны, Так величавы, Так умны, Так благочестия Полны, Так осмотрительны, Так точны, Так неприступны Для мужчин, Что вид их уж Рождает сплин. И вы, Красотки молодые, Которых позднюю порою Носят дрожки удалые По Петербургской Мостовой, И вас покинул Мой Евгений. Отступник бурных Наслаждений Онегин дома Заперса, Зевая, Заперу взялся, Хотел писать, Но труд упорный Ему был тошен, Ничего не вышло Из пера его, И не попал он В цех Задорный людей, Окоих не сужу, За тем, Что к ним Принадлежу. И снова, Преданный безделью, Томя с душевной Пустотой, Усел сон С похвальной целью Себе присвоить Ум чужой, Отрядом книгу Ставил полку, Читал, читал, А все бестолку. Там скука, Там обман Иль бред, В том совести, В том смысла нет, На всех различные Вериги, И устарела старина, И старым бредит Новизна, Как женщина Наставил книги, И полку С пыльной их семьей Задернул Траурной тофтой. Условий света Свергнув бремя, Как он, Отстав от суеты, С ним подружился Я в то время. Мне нравились Его черты, Мечтам невольная Приданность, Неподражательная Странность И резкой Охлажденный Ум. Я был Озлоблен, Он угрюм. Страстей Игру мы знали Оба, Томила жизнь Обоих Нас, В обоих Сердце Жар Угас, Обоих Ожидала злоба Слепой Я привык Безмолвно Безмолвно О, Брэнта, Брэнта. Нет, Увижу Вас И вдохновенье Снова Полный, Услышу Ваш Волшебный Глаз, Он Свят Для Внуков Аполлона, По гордой Лире Альбиона Он мне Знаком, Он мне Родной, На чей Италии Золотой Я негой Наслажусь На воле, С веницанкою Молодой, То говорливой, То немой, плывя в таинственной гондоле, С ней обретут уста мои Язык Петрарки и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней, Брожу над морем, жду погоды, Маню ветрилы кораблей, Подрезой бурь с волнами споря, По вольному распутью моря, Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег Мне неприязненной стихии И средь полуденных зыбей Под небом Африки моей Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил. Онегин был готов со мною Увидеть чуждые страны, Но скоро были мы судьбою На долгий срок разведены. Отец его тогда скончался, Перед Онегином собрался Заимодавцев, жадный полк, У каждого свой ум и толк. Евгений, тяж бы ненавидя, Довольный жребием своим, Наследство предоставил им Большой потери в том невиде Или предузнав издалека Кончину дяди старика. Вдруг получил он в самом деле От управителя доклад, Что дядя при смерти в постели И с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание Евгений, тотчас на свидание Стримглав по почте поскакал И уж заранее зевал, Приготовляя с денег ради На вздохе, скуку и обман, И тем я начал мой роман. Но, прилетев в деревню дяди, Его нашел уж на столе, Как дань готовую земле. Нашел он полный двор услуги, К покойнику со всех сторон Съезжались недруги и други, Охотники да похорон. Покойника похоронили, Попы и гости ели, пили, И после важно разошлись, Как будто делом занялись. Вот наш Онегин, Сельский житель, Заводов вод, Лесов, земель, Хозяин полный, А досель порядка, Враг и расточитель, И очень рад, Что прежний путь Переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новые, Уединенные поля, Прохлады сумрачной дубровы, Журчание тихого ручья, На третий роща, Холм и поле Его не занимали боли. Потом уж наводили сон, Потом увидел ясно он, Что и в деревне Скука та же, Хоть нет ни улиц, Ни дворцов, Ни карт, Ни балов, Ни стихов, Хандраж дала его на страже, И бегала за ним она, Как тень, Или верная жена. Я был рожден для жизни мирной, Для деревенской тишины, В глуши звучнее голос лирный, Живее творческие сны, Досугом посвятя с невинным, Бражу над озером пустынным, И фарниэнте мой закон. Я каждым утром пробужден Для сладкой неги и свободы, Читаю мало, долго сплю, Летучей славы не ловлю, Не так ли я в былые годы Провел в бездействии, В тени мои счастливейшие дни? Фарниэнте безделье, Праздность итальянский, Святы, любовь, деревня, Праздность, поля, Я предан вам душой, Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной, Чтобы насмешливый читатель Или какой-нибудь издатель Замысловатые клеветы, Сличая здесь мои черты, Не повторял потом безбожно, Что наморал я свой портрет, Как Байрон, гордости поэт, Как будто нам уж невозможно Писать поэмы о другом, Как только о себе самом. Замечу, кстати, Все поэты любви мечтательной друзья. Бывало, милые предметы мне снились, И душа моя их образ тайный сохранила, Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал И деву гор, мой идеал, И пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, Вопрос нередко слышу я, О ком твоя вздыхает лира, Кому в толпе ревнивых дев Ты посвятил ее напев? Чей взор, волнуя вдохновенье, Умильной лаской наградил Твое задумчивое пенье? Кого твой стих боготворил? И, други, никого ей богу. Любви безумную тревогу Я безотрадно испытал, Блажен, кто с нею сочетал Горячку рифм. Он тему двоил, Поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, А о муке сердце успокоил, Поймал и славу между тем. Но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась муза, И прояснился темный ум. Свободен. Вновь ищу союза волшебных звуков, Чувств и дум, пишу. И сердце не тоскует, Перо, забывшись, Не рисует блесне оконченных стихов, Ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет, Я все грущу, Но слез уж нет. И скоро, скоро буре след В душе моей совсем утихнет, Тогда-то я начну писать Поэму, песен в двадцать пять. Я думал уж о форме плана И как героя назову, Пока без моего романа Я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго, Противоречий очень много, Но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу, И журналистам на съеденье Плоды трудов моих отдам. Иди же к Невским берегам Новорожденное творенье И заслужи мне славы дань, Кривые толки, шум и брать.